Сегодня наша съемочная группа побывала в пункте пропуска Брест, единственном, который сегодня функционирует для проезда на сопредельную сторону легковых машин. На границе Белоруссии и Польше поток машин уменьшился в два раза. Собственно, это и бросается первым делом в глаза. Казалось бы, совсем недавно люди негодовали, ведь очередь растягивалась на 3, а то и 4 километра, а сегодня она буквально тает на глазах. С чем это связано? В настоящее время, в среди недели, также можно отметить снижение потока автомобилей. Связано это, в первую очередь, с тем, что закончился период летних отпусков, детских каникул и, к тому же, торговые дни выходные. Поэтому ожидаем, что ближе к концу недели возможно увеличение потока автотранспортных средств и, соответственно, возможно увеличение очередей. Преимущественно границу пересекают автомобили на белорусских номерах, а также автотранспорт, зарегистрированный в Евросоюзе. Владельцы транспортных средств, которые зарегистрированы в Российской Федерации, своевременно предупреждены о том, что им запрещен въезд на территорию Евросоюза. И, соответственно, такого автотранспорта в пункте пропуска встретить невозможно. Пообщавшись с людьми, которые находились на границе, понятно одно – они уже привыкли к нерасторопности поляков и отмечают главную причину медленного пропуска автомобилей – указания польских властей. На той стороне не летуют, просто не спешат работать. А то, что медленно работают, да, ну, видно, у них такой план есть, такая договоренность с руководством. Проездов 10, а работает 3. Часов 8 простояли, и с той стороны часов 6. Ну, за счет того, что турпоток спал, походу, что все, кто ездил в Казахстан, кто ездил, много очень едет из Чечни людей, поспадали. И упало и время, потому что надо было сутки стоять. Стояли сколько? Часов 6, наверное, да? В зоне ожидания 3. В зоне ожидания 3, и вот здесь еще часа 4, наверное. Да, недолго стояли. Ну, часа 4, не так долго, мало очень едет. О том, какая ситуация будет в дальнейшем, время покажет. Однако сегодня, как и всегда, к белорусской стороне вопросов нет. Она работает в усиленном режиме, даже если нет такого потока, как раньше. А вот польские коллеги все так же не желают пока идти навстречу, продолжая диктовать свои правила и запреты. Продолжение следует...